Когда-то такое было, когда мы работали на Челябинском корпункте ЧГТРК, мы ездили в большое количество городов России. И вот однажды такое случилось, мы приехали в город под названием Нижний Тагил. Кстати, два города абсолютно одинаковых, что Магнитогорск, что Нижний Тагил. Приезжаешь туда и как-то дышать хочется, хотя там 12 кислородно-конвертерных цехов. Представляете, у нас три, а дышать не хочется, а там 12 и дышать хочется. Почему же такое случилось-то? Да все очень просто. Город Нижний Тагил находится в Бару. То есть к Нижнему Тагилу проезжаешь и там едешь, и везде сосны, все в порядке. То есть Магнитогорск он тоже был бы неплох, если бы в свое время надо было разместить город где-то в районе Баннова. Тогда было все нормально, но не получилось. И только благодаря этому мы и выиграли Вторую мировую войну. А сегодня и сейчас что нам остается? Умереть от онкологии? Ну, да, 65% от этого умирает. Чуть меньше умирает тех, кто живет на севере. То есть вот мне, допустим, хорошо. У меня на севере квартирка. Еще лучше, когда у меня дом на севере. Но что должен сделать каждый человек? Человек должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Но вот что делать, если вы уже все это сделали, а хочется большего? Есть такая фирма, ландшафтный дизайн, первоцвет, которая вам позволяет сегодня и сейчас просто вырастить настоящее большое-большое дерево. То есть вы можете себе представить, да, ваш дом где угодно, без разницы. И вокруг него замечательные растения, которые будут свистеть не только утром и днем и вечером. И это не только будет лето, естественно. А это будет каждый божий день. Представляете, вы сегодня и сейчас вместе с фирмами ландшафтный дизайн первоцвет Закажете себе настоящее лесное хозяйство. Это, конечно, обидно, когда в плодородной степи, где место лишь лугам и мягким околышам, появился город. Было бы правильнее устроить его в лесной зоне, но никто не тогда, да и сейчас не думает о людях, которым жить и жить на пенсии. Ну а для чего? Человек отработал свою, а может и нет. И на тот свет. Это не только забота комбината. Комбинат своих людей на банные в Обзаково отправляет, да и рейсы на Кавказ спонсирует. И не комбинат вырезает наши легкие. Это наши человечки хотят городок наш. Замочить. Вот и нафиг все зеленые насаждения. И добро пожаловать к никаким онкологам, У которых билеты на поля орошения, правобережные и левобережные кладбища. А это не всем-то хочется, да потому как многим хочется жить рядом с настоящим раем. А рай-то возможен. И вы думаете, что где-либо в Челябинской области с вами поделятся раем? Вы думаете, что с северов к нам привезут деревья? Да вы зря так думаете. Да потому что рядом любимый нами Башкортостан. Кстати, если бы не странное разделение на районы, мы бы принадлежали Башкирии. И нас бы не двигал 330-километровый Челябинск. Да потому что рядом наш Белорецк, Сибай, Училы. А нефиг знает, сколько до этого Силя Б. Но это, как говорится, мысли вслух. А почему не такие? Да потому что из Башкирского района фирмы «Первоцвет» к нам везут детей, с которыми нам жить и менять город. Я не знаю, как для вас, но подумайте, в раз и не только вы не посадите дерево, которым порадуется только ваш сын. А я даже знаю, кто порадуется. Вы. Да потому что там зелени, там многое, и оно выдается вам. А чем будет оно радовать? Постоянной зеленью елок и сосен. А если кому-то хочется зелени не на совсем, то есть и не вечно зеленые растения. Но в зиму-то как же без елки? И как же без зимы-то? А все это будет. Да потому что я знаю, как работает фирма «Первоцвет». А вы были как-то здесь, в русской бане на Мариновой? Здесь рядом стояли елки. Не устояли. Все разобрали. Да потому что правильно посадить. Но когда к тебе привозят настоящую ель, да еще и с годовой гарантией, это ли не клево? Я не буду вам раскрывать тайны, но то, как садит фирма «Первоцвет», а это и есть гарантия. Гарантия того, что вы все сделали правильно. Сделали детей. Построили дом и посадили не одно, а несколько деревьев для нашего города. И не только. В свое время как-то дело было, дядя Сережа, мой любимый дядя, посадил ели, лиственницы и даже сосны в замечательном саду. Мичурина 6. Тогда там и асфальта-то не было, представляете? Надо было топать от одного, там, где останавливался. Тогда еще автобус, который ездил в аэропорт, 5 километров практически, под таким колобином. А растения были-то небольшие. 30 лет прошло, все там сделано хорошо, и на машине я проезжаю гораздо быстрее. Но только вот 30 лет, и вот такие растения, примерно такие же. Но как-то вот, знаете, не хочется, чтобы я сегодня, сейчас посадил маленькие растения, через 30 лет они стали большими. Потому что, вы знаете, тогда и бабушка садила, а бабушки уже нет, ну, порядка 12 лет. Это не моей бабушки нет, это бабушки моей жены нет, а моей там еще надолго. Вот. А хочется, чтобы сегодня, сейчас, эти ели радовали нас и радовали себя настоящим замечательным кислородом, который вырабатывается. Так вот, ландшафтный дизайн первосвета вам сегодня это позволяет. То есть, вы можете в раз заказать и 20, и 30, и 40 елей, которые будут высажены вдоль вашего замечательного участка. Чем ли не это хорошо? Продолжение следует... Продолжение следует...